Терминатор Эту машину ее создатели неофициально именуют Терминатором. Разрушитель. Действительно, боевой модуль, установленный вместо танковой башни, буквально обвешан оружием. А огневой мощи и боезапаса теоретически хватит, чтобы полностью уничтожить солдат противника на трех квадратных километрах. Защищена эта машина даже лучше, чем танк, потому что она — телохранитель танков. И первый подставляется под удар вражеских гранатометчиков, прикрывая собой стальных монстров, которые в ближнем бою очень уязвимы. Ее задача — уничтожать все, что может помешать танкам двигаться вперед на прорыв. В открытом бою танк способен бороться на равных с любым противником, и с себе подобными, и с артиллерией. Но против гранатометчика в засаде он бессилен. Во время Второй мировой появились ручные гранатометы с кумулятивными боеприпасами, которые могли прожечь достаточно толстую броню боевой машины. Немецкий «Панцер Фауст» и «Панцер Шрек» доставили советским танкистам много проблем и заставили искать новую тактику городской войны. Потом в конце 50-й с развитием электроники ракетного оружия появились управляемые ракетные комплексы «КТУР», которые, казалось, не оставили танкам шансы выжить на поле боя. Война засад в Афганистане показала, что мощным танкам тоже нужна поддержка — скорострельная и маневр. Такой поддержкой вынуждены стали четырехствольные зенитные установки «Шилка». Они делали решето из любого укрытия. Гораздо позже применяли их и в Чечне, но это были полумерты. «Шилка» обладает огромной огневой мощью, но слабо защищена, поскольку не должна была воевать на передовой. А главное, она не может быстро обнаружить вражеских стрелков. Неудачный штурм «Грозного» в декабре 1994-го показал — танкам в городе без прикрытия делать нечего. Тогда всерьез задумались о специальной машине огневой поддержки танка. Идея скрести скорострельную зенитную установку «БМП» и танк родилась сама собой. Новая машина получила рабочее название «БМПТ» — «Боевая машина поддержки танка». Вот если рассмотреть пример легкобронной техники, «БМП», «БТР», то по уставу они не должны двигаться в одних боевых порядках с танками. То есть они всегда следуют 200, 300, а то и 500 метров сзади для того, чтобы оставаться под защитой брони танков. Эта машина, имея аналогичное бронирование и даже по некоторым показателям более высокое, она может двигаться в одних боевых порядках с танками, тем самым осуществляя огневую поддержку. Ну, собственно, вот наименование этой машины, «Боевая машина огневой поддержки», вот таким образом было и сформулировано. Первый вариант «БМПТ», созданный «Уралвагонзаводом», был представлен в 2000 году на выставке в Нижнем Тагиле. У нее была одна скорострельная пушка и блок противотанковых ракет в бронекорпусе. Следующий вариант появился уже в 2002-м. Бронированные машины поддержки танков сделаны на базе танков Т-72 и Т-90. Здесь нет массивной танковой башни, но вес и внешние габариты корпуса машины остались практически такими же, как у танка Т-90. Дополнительные весовые возможности разработчики использовали для усиления бронирования корпуса. Обратите внимание на толщину лобовой брони. Дополнительную защиту получил и борт машины. Здесь поставили вот такие экраны с динамической защитой. Такая защита вряд ли покажется излишне, учитывая, что «БМПТ» должно буквально грудью закрывать танки от обстрела гранатометами и противотанковыми ракетами. В современных конфликтах понятие «передовая» и «линия фронта» исчезло. Соответственно, изменилась и схема бронирования машины. Ее постарались защитить со всех сторон, поскольку в городском бою атаки можно ждать откуда угодно. У нее есть несколько отличительных особенностей, которые ставят ее в ряд эксклюзивных машин. Первое, что мы преследовали, какую цель мы преследовали при разработке этой машины, на основе того опыта, который наши войска имели в Афганистане, в Чечне, мы ставили задачу обеспечения максимальной защищенности самой машины, экипажа. Братите внимание, эта машина обладает мощнейшим бронированием. Причем это бронирование комбинированное, как пассивное, то есть, собственно, сама броня, так и активное бронирование. Это встроенная динамическая защита, или, как ее называют, попросту реактивная броня. Обратите внимание, что экипаж, он упрятан буквально за этой броней, низкопрофильная башня, которая защищена не только собственным бронированием, но и прикрыта с боков бронированием корпуса машины. Бортовая динамическая броня и решетчатые экраны защищают БМПТ от противотанковых гранатометов и управляемых ракет. Но в ближнем бою от ручных гранат они не спасают. Поэтому для защиты корпуса и башни от противотанковых гранат применяют дополнительные тканевые экраны,